Здравствуйте! Центробанк запретил Росгостраху продавать полисы ОСАГО. Банк России приказом ограничил действие лицензии ОСАГО для компании Росгострах. Но устранение нарушений дали полгода. Только за два последних месяца регулятор получил более 2000 жалов на страховщика и выдал ему с начала года 385 предписаний. Так, Росгострах не предоставлял автовладельцам законную скидку за безаварийную езду, необоснованно отказывал в заключении договоров ОСАГО, массово навязывал дополнительные услуги. С 27 мая Центробанк запретил компании заключать новые договоры ОСАГО и вносить изменения в действующие. При этом Росгострах обязан принимать заявление о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам. Банк России добавляет, что будет контролировать осуществление выплат по ОСАГО. В официальном пресс-релизе, который выслала нам пресс-служба Росгостраха, сказано, что официальных документов от Центробанка не поступало. Компания по всей стране продолжает работать в стандартном режиме и обслуживать клиентов. В России планируют отменить так называемую налоговую прописку. Со следующего года налогоплательщики не будут привязаны к своим налоговым инспекциям. Сдать декларацию будет можно в любой инспекции, а налоговое уведомление станет единым для всего имущества. Об этом известием рассказала заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. По ее словам, отменить налоговую прописку позволит новый Центр обработки данных. Граждане будут получать единое налоговое уведомление по всем имущественным налогам, в том числе по земельному и транспортному. 26 мая в России отмечают День российского предпринимательства. В этот день в 1987 году в Советском Союзе был принят закон о кооперативах, который разрешил вести предпринимательскую деятельность. А в 2007 президент подписал указ о введении праздника. Сбербанк в этот день традиционно собирает коллег и партнеров, организовывает для них обучающие бизнес-встречи и семинары. Западноуральский банк Сбербанка России обслуживает 66 тысяч собственников микробизнеса. Кредитный портфель в сфере малого бизнеса составляет 23 миллиарда рублей. В День российского предпринимательства клиентов, которые много лет сотрудничают со Сбербанком, поздравил председатель Западноуральского банка Кирилл Алтухов. Мы не просто обязаны работать, мы должны помогать нашим клиентам, мы должны быть сотрудником. И одна из наших компетенций Сбербанка с клиентом на всю жизнь. У нас очень много кейсов, когда клиент приходил в Сбербанк с идеей, через несколько лет это уже взрослое организованное предприятие с большим количеством сотрудников и с оборотами сотни миллионов рублей. Это все благодаря сотрудничеству Сбербанка и клиента. К дню российского предпринимательства Сбербанк анонсировал для своих клиентов три новых продукта. Например, специальные скидки для тех, кто воспользовался услугой онлайн-резервирования расчетного счета. С лета планируем ввести очень хорошую программу рефинансирования задолженностей с других банков в систему Сбербанка. Ну и также мы повышаем процентные ставки по вкладам для малого микробизнеса. Депозиты с повышенными ставками «Классический плюс» и «Классический плюс онлайн» можно открыть в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн на сумму от 500 тысяч до 100 миллионов рублей. Яндекс рассказал, на чем хотят сэкономить интернет-пользователи. Компания проанализировала поисковые запросы за май 2015 года в России. Обычно пользователи ищут продукты и услуги просто по названию, но иногда сознательно добавляют слово «дешевый» или «недорогой». Чаще всего сегодня экономить пытаются на билетах на самолеты и поезд, на покупки мебели, одежды и лекарств. Так, доля запросов о дешевых лекарствах выросла в России в семь раз. В основном люди ищут аналоги дорогих препаратов. Кроме того, увеличился спрос на недорогие квартиры, бытовую технику и аренду дешевого жилья. А вот реже всего россияне хотят купить дешевые автомобили. Также предпочитают не экономить на спортивных товарах, женских сумочках и мужских часах. В запросах на эти категории товаров слово «дешевый» встречается крайне редко. Официальные курсы валют на 28 мая и доллары евро подросли. Курс американской валюты, по данным Центробанка, 51 рубль 1 копейка. Курс евро 55 рублей 67 копеек. На этом у меня все и удачи в делах.